Для проведения экзаменов в пяти школах были оборудованы пункты. Всего в этом году государственную итоговую аттестацию сдавали 1823 человека. Это учащиеся 9-х и 11-х классов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовили специальные пункты и увеличили время сдачи экзаменов на полтора часа. То есть обязательно пандус, поручни, расширенные двери. И нами были подготовлены помещения для организации питания, перерывов на медицинские какие-то процедуры. В этом году семь выпускников получили 100 баллов по русскому языку и химии. Тем самым побили прошлогодний рекорд, увеличив его в два раза. Есть в этом году и один мультибальник. Выпускница пятой школы набрала по 100 баллов по двум предметам русскому языку и химии. Но есть и такие, кто не справился с итоговым испытанием. Один человек в 11-м классе и два в 9-м. Как отмечают медики, в течение последних двух лет дети стали относиться к экзаменам более спокойно. Соответственно, и жалоб на здоровье во время итоговой аттестации стало меньше. Структура обращения максимальная. Это все-таки острая реакция на стресс, вегетативные проявления, головные боли, головокружение. И в этом году это было 39 человек, что составило 67 процентов. Из 639 нефтеюганских школьников 507 поступили в вузы нашей страны. Получать высшее образование они будут в Сургуте, Санкт-Петербурге, Тюмени, Москве и Екатеринбурге. После подведения итогов на встрече обсудили план работы на будущий год. Директор школы номер два обратилась с просьбой о выделении средств на закупку новых камер видеонаблюдения. Те, что установлены сейчас, устарели и выдают картинку не очень хорошего качества. Кроме того, есть и слепые зоны. А их нужно обновить. Цена вопроса 464 тысячи. Мы все подсчитали. На школу? На 20 аудиторий, да. Руководителям школ, а также всем службам и организациям, которые принимали участие в организации проведения итоговых экзаменов, сегодня вручили благодарственные письма заместителя главы нефтеюганска.